Здравствуйте, дорогие друзья. Тора это кладезь мудрости, в ней можно найти все. Мы сегодня давайте коротких два урока из нашей недельной главы. Некоторые люди считают, что в том завтра, которое мы все ожидаем, вот-вот наступит, придет Маши, там будет новый мир, там не будет плохих людей, там будет тех, кого мы любим, или тех, кого мы считаем правильным. А остальных там Бог отсеет, еще, наверное, и с нами посоветуется. Но небесный план обычно другой, чем человеческий. Он никогда никого не исключает. Точнее, каждый абсолютно в этом плане занимает свое место, просто работая на и с каждым. И секрет этого мы узнаем из благовоний. Что такое благовония, о которых мы каждый день читаем, написано, что это великая вещь очень, она заменяет приношения в храме, как и молитва, и многое другое. Что мы к нам любим? Благовония обладают сгулой на богатство, силой остановить эпидемию. И в дополнение к этому в Торе говорится, что это благовония, удовлетворяющая Бога. Представляете, Бога, что-то такое, что он нашел в этом, в смеси этих брянностей. Вот этот приятный запах благовония, написано, вызывает удовлетворение Всевышнего. Почему? Благовония получали из 11 видов различных специй. Причем все эти специи непригодны в пищу человеку. Число 11 нас настораживает. Кабала считает, что 11 символизирует обратную сторону. В Торе говорится, в 11 военачальниках Хайсава, 11 главах его семейства, в книгах по хасидизму просто утверждается, что это число представляет себе сторону противоположной святости. И вот исполнение заповеди, говорится как, все брали и растирали, пока они не становились порошком. И среди прочего в их состав, например, входило название гальбан, растение такое, по мнению Раши, запах плохой у него был. И странно, неужели для того, чтобы создать такую благовонную смесь, нужно добавить какую-то составляющую с неприятным запахом? Что Раши говорил, что Писание причисляет его к благовониям и те сам учат нас тому, чтобы не показалось нам недостойным, что кто-то там приобщает, написано к нашим молитвам, тех, кто совершили проступки, условно говоря. То есть, чтобы мы не решили, что мы судьи, которые будем кого-то отталкивать или решать за кого-то. Число 10 символизирует общность, цельную группу, но с добавлением единицы, даже издающей как бы дурной запах, появляется 11. Обществу не нравится эта единица, кто-то там духовный эквивалент, там этого запаха не нравится. Но Тора нас учит, что смесь благовоний становится кошерной и будет обладать чудодейственной силой и всеми свойствами своими, только в единстве всех составляющих, даже тех, кто неприятно пахнет. Поэтому тут надо понять, люди, когда объединяются, все вместе, и вот такое состояние, когда не поймешь, кто из них там хуже, кто лучше, вот это вот и доставляет всевышнему удовольствие, чтобы мы не делили себя на лучших, худших и так далее. Еще немножко про минору. Это у меня любимая тема. Смотрите, минора зажигалась особым оливковым маслом, первого отжима, то есть номер один. И горела каждую ночь в Медраше. Медраше объясняет, что отжатое масло, называется это первый и второй храм, которые были разрушены, как маслина уничтожается в процессе отжима. А где намек на третий храм? В словах, чтобы освещать. И вот одна свеча, она горела всегда в западной части храма, и она намекала на вечность, которая будет отличать третий храм. Теперь, что мы здесь учим? Первый отжим масла шел на минору, второй на миноход, мучные приношения, которые смешивались с оливковым маслом. Рабейн Убахья был такой величайший праведник, отмечал и говорил нам, что обычно происходит в жизни наоборот. Лучшее масло идет в пищу, а то, что похоже на освещение, так же обычно. Вот известно, что Мишкан и храм являлись проявлением духовной сущности, настоящей, которая пронизывает вот этот материальный мир. Материальный мир, он нам заслоняет просто истину. И храма уже нету, да, но мы по-прежнему учимся именно у него. И лучшие наши силы, говорится, но порывы, мечты, все должно лишать духовной плоскости. Как лучшее масло зажигалось в миноре, а второе, мучное, да, уже, на мучное второй отжим, чтобы не поменять местами, где первое, а где второе. Поэтому еще раз повторяю, лучшее масло, лучшие порывы, лучшие возможности надо направить на духовное развитие. А то, что останется, на материальное, потому что оно все равно зыбко и несущественно в плане вечности. Да и здесь оно не всегда работает. Насколько возможно, не то, чтобы прямо там бросаться, все переходить в одну духовность. Потихонечку, шаг за шагом. Но надо видеть, где масло должно быть самое лучшее. Брахавы от слаха.